Здравствуйте! Как вы сегодня? Представляем второй выпуск программы с наукой по жизни, в которой мы говорим о научных достижениях в различных областях. Сегодня в выпуске. Джеймс Клэпп, красава фотки, старейший галактик. Космонавты выпустили 10 наноспутников, голубых ар вернули в лес, нашли потерянную 124 года назад птичку. Еще вы узнаете про пользу огурцов, арбузов и крепкого сна. Погнали! Выход из баллонской системы и изменения при поступлении в ВУЗы. В 2023 году абитуриенты рискуют не попасть на бюджет. Это связано с повышенными требованиями университетов и поднятием стоимости платного образования. В предстоящем учебном году 2022-2023 предполагается, что минимальные проходные баллы для поступления в ВУЗ будут установлены на следующем уровне. Допуск к отборочной программе на бюджет примерно от 45 баллов. Допуск к конкурсу на коммерческое обучение от 33 до 36 баллов. В зависимости от экзаменационной дисциплины. Ожидается, что высокие проходные баллы будут установлены на более модные, престижные и популярные направления подготовки. Экономика, менеджмент, юриспруденция и т.д. Модные ВУЗы сокращают бюджетные места до и повышают проходные баллы. Теперь, имея стандартные 50-60 баллов на ЕГЭ, рассчитывать на бюджетное место не стоит. В прошлом выпуске мы рассказали о победе российских школьников на 63-й математической олимпиаде. На этой неделе наши школьники копилку медалей пополнили. Были взяты медали и заняты пьедесталом на соревнованиях по биологии, химии и физике. Интересно, когда школьников-медалистов, как олимпийских чемпионов, станут награждать? Уверена, это послужит хорошей мотивацией учиться. Если очень захотеть, можно и в космос полететь. О космосе. Российский космонавт Олег Артеньев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти во время работы в открытом космосе запустили на орбиту 10 наноспутников, проведя в открытом космосе 7 часов. Джеймс Уэбб отыскал нового кандидата в самую далекую галактику. Астрономы представили первые результаты поиска очень далеких галактик в первичных данных глубоких наблюдений инфракрасной космической обсерватории Джеймс Уэбб. Им удалось отыскать двух кандидатов в очень далекие галактики, одна из которых существовала, когда возраст Вселенной составлял всего около 300 миллионов лет. Если открытие подтвердится спектроскопическими наблюдениями, глаз Z13 станет самой далекой известной галактикой. Плохая на ось для любителей – поспать. Одной из наиболее исследуемых тем является влияние сна на здоровье человека, в то время как на протяжении многих лет публиковались результаты изучения негативного воздействия недосыпа на организм. Исследование проведено недавно. В Японии выявило, что слишком долгий сон также опасен для человека. В ходе исследования было установлено, что у мужчин и женщин, которые спали более 10 часов, наблюдался повышенный риск заболевания раком. Проведение большей части дня в постели провоцирует многие заболевания, прежде всего онкологию, однако недосыпание тоже очень вредно для здоровья. Все хорошо в меру. Друзья, берегите себя! Про огурчики. Похрустывая огурчиком, задумайтесь о том, что он приносит огромную пользу вашему здоровью, о которой вы, возможно, даже не подозревали. Огурец – один из самых низкокалорийных продуктов, а гликемический индекс у огурца довольно низкий – всего 15. Справочный каждый для диабетиков – гликемический индекс ГИИ. Это условный коэффициент, показывающий, с какой скоростью углевода, содержащиеся продукты питания, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Все продукты сравниваются с гликемическим индексом глюкозы, который равен 100 единицам. Огурцы состоят 95% из воды, а это значит, что когда вы хручите огурцами, вы не только перекусываете, но еще и насыщаете свой организм влагой. Кушайте огурцы, спасайтесь от жары и обезвоживания. Огурец не только вкусен и полезен, его еще используют для ухода за кожей. Увлажняющая маска из огурца улучшает цвет лица при любом тоне кожи. Про арбузы. Что вкуснее, мальчик или девочка? И как выбрать самый сладкий и сочный арбуз? Есть несколько способов узнать, достаточно ли спелый экземпляр перед вами. Не разрезай его. Арбуз – растение, которому требуется обилие тепла и света. В России бахчевые начинают сажать в мае, а собирать урожай в середине июля и в августе. Импортные арбузы в продаже круглый год. Самый надежный способ убедиться в спелости и сочности этой ягоды-гиганта – разрезать и посмотреть на ее мякоть. Арбуз – это бахчевая культура, а значит, сыреет он, лежа на земле. На том боку, который соприкасался с землей, в процессе роста образуется светлое пятно – щечка. По ней тоже можно определить спелость плода. Щечка должна быть небольшой и желтой. Это значит, что арбуз получил сполна тепла и солнца. Земляное пятно – это то место, которым арбуз прилегает непосредственно к почве. Оно отличается цветом от основной окраски коры. Может быть, ярко-желтое, желтое или светлое, любого контрастного цвета. Чем темнее корка, тем ярче пятно. Земляное пятно должно быть обязательно. Мы стучим по арбузу пальцем или ладонью, кто как привык. Если арбуз сильно звенит, значит, он недозрел. Еще зеленый. А если он поглощает звук, то есть, после постукини появляется глухой звук, значит, арбуз перезрел. Такие плоды тоже лучше не брать. Выбираем умеренно звонкий звук. Он при постукивании должен как бы возвращаться обратно. По поводу хвостика. После съема арбуза хвостик живет всего 5-7 дней, после чего высыхает. Поэтому в магазинах чаще всего этот хвостик уже сухой. Но если вы увидели зеленый хвостик, берите этот арбуз не раздумывая. Это гарантия того, что он сорван не так давно. Свежий и отличного качества. Девочки-арбузики вкуснее. Узнать арбузиху можно по пятну на развороте плода. В народе его называют жопкой. Если точка маленькая, то это мальчик. А если большая, то девочка. Приятного аппетита! Про птичек. Орнитолог-любитель Майкл Смитов наоружил птицу, которая 124 года не попадалась на глаза исследователям. Речь о луизианской пите. Эндемике труднодоступного острова Россел к востоку от Новой Гвинеи. Смит понаблюдал за неуловимыми пернатами и сделал несколько снимков. Марк Смит не дал разрешения на использование его снимков луизианской питы. Поэтому в качестве иллюстрации мы решили использовать близкородственные и похожие папуанские питы. Голубых аров бразильские леса. Голубые ара, которые вымерли в дикой природе более 20 лет назад, начали возвращаться в бразильские леса. В начале июня орнитологи выпустили 8 выращенных неволей у особей этого вида в заповеднике на северо-востоке страны. Месяц спустя все 8 тез живы, держатся стаи и изучают новый дом. Как сообщает The Guardian, в декабре в заповедник планируется привезти еще 12 голубых ара. Уже следующей весной птицы могут начать размножаться в естественной среде обитания. А еще мы подали заявку на премию знания. Посмотрим, что будет. За внимание спасибо. С вами была Варвара на 14 канале в программе «С наукой по жизни». Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и задавайте темы. Продолжение следует...